Здравствуйте! В студии Елена Красовская со сфоткой последних новостей Новороссии. Критическая ситуация сохраняется в Луганске. В городе отсутствует водоснабжение и электричество. Украинские каратели обстреливают жилые кварталы Луганска кассетными бомбами, которые запрещены международными конвенциями. Вчера кадры обстрела удалось снять нашим коллегам, журналистам агентства Анна Ньюс. Накануне они едва не погибли. Осколками были ранены водитель и оператор. В ДНР заявили об уничтожении украинского вертолета. Штаб ополчения ДНР сообщил сегодня, что силами противовоздушной обороны ДНР в районе населенного пункта Васильевка был сбит вражеский вертолет. По предварительной информации, лидер правого сектора Дмитрий Ярош ранен в Донецкой области. По имеющимся данным, это произошло примерно в 45 километрах от Донецка, где ополченцы атаковали подразделение батальона Днепр. Личный состав батальона понес серьезные потери, а Ярош был ранен в ходе боя. Информация уточняется. Два ополченца из батальона Востока, хранявшие поле с обломками малазийского Боинга, ранены у деревни Грабова Шахтерского района Украины, сообщили в штабе ополчения. Киев ведет бои на месте ЧП, чтобы скрыть факты, прокомментировал Александр Бородай. Мины падают буквально в 300-400 метрах от работающих на поле экспертов. Ополченцы скрылись за трансформаторной будкой. Мимо попало прямо в нее, рассказали в штабе ополчения. Сегодня днем в центре Киева у здания Верховной Рады Украины представители женского движения Харькова вышли на мирный антивоенный митинг. Однако уже вскоре на женщин напали представители правого сектора. Милиция долгое время бездействовала. Сторонники митингующих попросили о помощи в соцсетях. Царев попросил Обаму вывести украинские войска из Новороссии. Председатель парламента Новороссии Олег Царев обратился к президенту США с просьбой оказать влияние на руководство Украины с тем, чтобы оно прекратило террор и убийство на территории Донбасса и вывело свои войска с территории независимых республик. На территории Луганской области, недалеко от поселка Металист, ополченцы уничтожили склад фосфорных боеприпасов, сообщили в штабе ополчения. Ополченцы нанесли артиллерийский удар по местам расположения украинских карателей у поселка Металист в 10 километрах к северу от Луганска. В результате обстрела было уничтожено 25 украинских карателей. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. И вся правда Юго-Востоке на информационном канале Анна Ньюс. Удачи вам и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok